Всем привет, с вами Мосс. Вы прекрасно знаете, сам я небольшой любитель пак-опенингов, но я прекрасно помню ваши комментарии под видосом Охота на Тотти, и вы писали, что иногда такие живые пак-опенинги с живой реакцией, они в принципе неплохо разбавляют контент на канале. Я прислушался и решил сегодня сделать ролик, а вчера в 21.00 прям по будильнику я включил камеру, включил микрофон и начал массово открывать паки, было чуть более 30 штук, ну и разумеется, я их заранее заготовил под выход черных карточек ОТВ и под выход новой команды недели, и кое-кого я кстати поймал, так что название этого ролика ни в коем случае не спойлер, добавить нечего, приятного просмотра. Итак, 30 паков, плюс есть еще возможность собрать еще 2 пака за переход Абамиянга, первый большой золотой набор, поехали. Начало прекрасное, ни экранов, ни звезд, то есть не рарный какой-то Бичара, Эрнандес из Сельты. Большой золотой премиум набор, вот эта тема уже интереснее, посмотрим, тут обложка правильная, ведь есть шанс поймать ОТВ карточку, есть шанс поймать кого-то из команды недели. Ну же, удивите меня. Опять без экранов, ничего интересного походу. Украина, ТЗ Ракицкий, да? Ракицкий, прекрасно. Опять без экранов. У меня джойстик, если вы слышите, так уже похож на погремушку, но если все продолжится такими темпами, мне кажется, последний еще более-менее держащийся боец тоже выйдет из строя. Тут есть наборы из двух игроков, давайте мы их откроем. Последний набор из двух игроков. Но в конце концов, я что, зря выполнял все эти еженедельные задания? Ну елы-палы. Квальярелла, это достойная награда за вот эти вот дурацкие дебютные голы за АПЛ. В одном режиме, в другом режиме дебют и гол в другом режиме. Я, по-моему, это Ла Лига там была, ради чего я вообще страдал всей этой фигней, что-то парился с игроками, играл в какие-то там режимы непонятные. Ну вот ради чего все это было? Большой золотой премиум набор, он из промо-паков. Наверное, это, кстати, последние промо-паки, которые в 18-й FIFA мне упали. Больше падать не будут, потому что там уже, по-моему, срок закончился. И экраны есть. Первый, наконец-то. Франция. ЛФА. И у нас есть еще один большой золотой премиум набор. И снова экраны. Хорошие промо-паки под конец FIFA. Бразилия ЦОП. Реал Казимиро. Ну вот это уже нормально. Пак снова без экранов. ПП. Россия. Самедов. Электрумовые премиум наборы идут под нож. Экранчики. Германия. ЦЗ. Бавария. Зюля. Троль гадкий. Я понимал, что, скорее всего, это он. Но когда тебе выпадает такое сочетание значка и флага, там на подсознании ты говоришь, Жером, Жером, приди, Жером. Хренушки Валерушки. Второй электрумовый премиум набор игроков под нож. Снова экраны. Окей. Бразилия. ФРВ. Фермино. Второй дупликат. У меня хуже три в клубе. Девать некуда разве что солить. Но соленые бразильцы не уверен, что вкусняшка. То, разумеется. Таких больших экранов в жизни не видел. Какие огромные. Это же классный центральный защитник. Спейсом 79. Вот это здорово. Настоящий бюджетный бист. Мосс таких любит. Окей. Мегапаки точно останутся на самое сладкое. Наверное, для начала вот эти два пака премиум электру... Эх, премиум электрумовые наборы игроков пойдут под нож Ну, здесь обязаны быть экраны, в конце концов, но... Нет! На этом прекрасном голландском юноше Кое у кого, как всегда, забился трансферный список И в срочном порядке пришлось избавляться от доброй дюжины дупликатов Соливая их на тот самый челлендж по переходу Абамиянга К слову, три баг в награду были не такими уж и плохими Вэхей! Я освободил место в трансферном списке И у нас остались 10 паков, 10 последних паков, среди которых самые жирные Но сначала большой золотой набор Ммм, экраны Архентина, ЦЗ, ясно, понятно Ну что ж, премиум электрумовый набор игроков Экраны есть Франция, ФРВ Гомиро, да? Конечно же Гомиро! Ха, псина какая! Электрумовый набор Не, золотые премиум игроки сначала пойдут Это попроще пак Информ, информ, или кто там? Ра-ра-ра, wants to watch Первый пойман Но это Голландия, ФРВ Это же этот, господи Лукадия 76 рейтинг Ну может он что-то стоит там, да, из-за этих самых сборок Сколько ты стоишь? Ммм, тридцатку нормально Тридцатка вообще пойдет, ребята Тридцатка, это хорошо! Вот он, первый нормальный пак за сегодня На Лукадия, конечно, бревнышко знатное FIFA повисло, поэтому Ха-ха Пока нападает соответственность Я тут пожираю Моднейший фрукт под названием Памело Такой вот Почищенный, короче, очень вкусный Возможно, даже полезный Электрумовый набор Редких игроков Тут обязаны быть экраны по-любому Да, они есть Но кто там? Ой, джеко Ну, 84 рейтинг Ладно, 4000 монет Ладно, окей Ну что, мега-набор Вот они, самые жирные пакеты-то пошли Экраны есть Так-так Германия, ТЗ, снова зюля какой-нибудь Нет, на этот раз Хеведос Ничего интересного Абсолютно Мега-набор, предпоследний Экраны имеются Снова Германия Вратарь Лено Ну, монеты 85 рейтинг Пойдет, хорошо Десяточка еще одна подвалила, считай И Карди еще в паке Ну, этот хороший пак 85-84 рейтинг Зоммер 83 Нормально так Сразу, наверное, по тысяч Двадцать Учитывая всех остальных Ну, вот он, последний мега-набор Доплыли-приплыли, как говорится Ну, и под занавес Разумеется, у меня сейчас такой Отовая Абамьянка выходит Или Санчес А? А? На сладкое у меня Пак вообще без экранов Со стерлингом Дупликатным В общем, что я вам скажу, паки это лютое зло, не открывайте паки. Особенно если вы покупаете паки за монеты, вот любители цифр, немного вам статистики. Общий номинал вскрытых паков составил в районе 350 тысяч монет, ну а улов не дотянул даже до сотки. И примерно такое же соотношение 1 к 3 или даже 1 к 4 было и во время охоты на Тотти, то бишь на синие карточки команды года. Только тогда цифры были еще более колоссальные и оттого более удручающие. Такой вот получился пакопенинг, и да, после этих историй чувства у меня как всегда смешанные даже на следующий день. Может вам повезло больше, так что делитесь вашим уловом в комментах, мне реально интересно почитать. Ну и заодно напишите, стоит ли делать такой формат там изредка, скажем, раз в месяц вот с этими живыми реакциями, с пакопенингами. И хорошая новость, уже через пару дней я выпущу новый выпуск рубрики FootLife, в котором я расскажу про свой основной состав за 3 миллиона 300 тысяч монет. И заодно поведаю о паре реально неплохих способов заработка на информах на команде недели, потому что все мои последние прибыльные транзакции на рынке были связаны именно с этой темой. Так что не пропустите следующий видос, для этого ставьте уведомления, врубайте колокольчик, ну и подписывайтесь на канал, разумеется, если вы новый. А ссылка на группу ВКонтакте и со всей актуальной инфой будет, как всегда, в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Мосс. 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 Мосс.